Привет всем! Вы на канале вязание, я Светлана. Сегодня я вам покажу вот такую юбочку. Я вам расскажу, как я вязала. На этом уроке я вам расскажу, как связать вот такую кокетку. Я вот немножко провязала и расширение, как сделать к бедрам. Вот коса вяжется все поперечным вязанием, то есть мы вяжем вот так, а будем так пришивать юбку, понимаете? Так, для начала я хочу сказать, что эта часть вяжется платочной вязкой, то есть все время лицевыми петельками. Здесь идет коса, или как жгут называется, простой 12 петель, а по краям от жгута по одной изнаночной петле. То есть, по моим расчетам получилось, что я набрала на... Если вы можете еще хочу сказать, хорошо сшить, я сразу набираю без вспомогательной нити. Если вы не можете это сделать, хорошо ровно сшить, чтобы не было заметно шов, значит вы должны что сделать? Вы должны набрать 4 ряда вспомогательной нитью, провязать лицевой гладью, а потом дальше уже узор вязать, так, то есть кокетку. Потом распустится, вы будете сшивать. Так, приступаем к вязанию. Для начала я вам хочу сказать, что я вяжу спицы тройка, любую пряжу полушерстом или с какими-то добавками 230 длина на 100 грамм до 260. Набираем 38 петель, то есть две кромочные, 22 петли. Вот эта часть идет, платочная вязка. Две изнаночные по краям. По краям вот здесь одна изнаночная, другая жгута. Жгут 12 петель и последняя тоже кромочная. Так, я вам показываю как. Первый ряд вяжете. Первый снимаете. И вяжем 22 петельки лицевыми петлями. Так, теперь изнаночная одна. 12 петель лицевых. Повторяю, это жгут. Одна изнаночная, одна кромочная. Тоже изнаночная. Так, второй ряд. Второй ряд. Вяжем. Первый снимаете. Лицевая. 12 петель. Жгута изнаночная, одна лицевая. И дальше вяжем 22 петельки лицевые. Последняя кромочная, изнаночная. Так, второй ряд наш провязан. Теперь смотрите, после того, как мы провязали первый и второй ряд, мы провязываем точно так, еще 6 рядов, как первый и второй ряд. Вяжем самостоятельно. То есть, одна кромочная, 22 лицевых. Одна изнаночная, 12 жгута лицевых. Одна изнаночная, одна кромочная. То есть, мы провязываем еще 6 рядов, точно так, как первый и второй ряд. Так, в итоге у нас получилось 8 рядов. Теперь мы вяжем, как обычно. Первый снимаете. Девятый ряд. 22 лицевые. Одна изнаночная. Теперь мы будем вязать этот наш жгут. Так, я беру маркер. Можете иголку какую-то специальную, но я на маркере. Я вообще работаю без маркера, без ничего. Я потом второй способ покажу вам. Так, я вот первые 6 петель. Это кто начинает вязать, до них показываю. А кто как бы уже давно вяжет, это не надо. Так, 6 петель. Я соединяю их на маркер. Вот, снимаю. Оставляю их перед работой. То есть, вот таким образом. То есть, перед спицей. И теперь вяжем 6 следующих петель. Лицевыми. Так подтягиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Вот. Мы вторую часть провязали. Теперь надо первую часть, которую мы сняли. Я их одеваю. Теперь вот эти петельки все на левую спицу. Можете так, как хотите. Показываю медленно. Все, когда будете вязать, лучше, когда уже сразу самим вязать, без вспомогательных можно. Так, я вот одела. Теперь провязываю тоже лицевыми. эти шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Провязали. Одна изнаночная. И кромочная тоже изнаночная. Вот у нас получилось. Вот мы сделали такой перехлёст. Так. Теперь вяжем как четные ряды. Первый снимаете. Лицевая. Двенадцать эти, которые мы вязали. Сейчас перекрестили. Двенадцать петель вяжем изнаночными. Так. Теперь лицевая. Дальше вяжем двадцать две петельки лицевыми. Последняя кромочная. Так. Вот мы провязали жгута и перекрестили его. Получилось, что первый мы делаем перекрещивание шесть на шесть петель. Потом мы второй ряд провязываем изнаночными петельками этих двенадцать. Я рассказываю за жгут. Так. И еще после этого теперь провяжите как первый и второй ряд. Как мы сейчас вязали. Только обычные. То есть без перекрещивания. Вяжем жгут. На лицевой стороне двенадцать лицевых. На изнаночных двенадцать изнаночных. И потом опять будете вязать как жгут. И теперь я покажу как я работаю. Перекрещивание делаю без маркера, без иголок, без ничего. Так. Провязали двадцать две петли. Теперь провязываем одна изнаночная перед жгутом. И вяжем таким образом. Без маркера я показываю. Вот. Так. Шесть петель. И вторые шесть петель я снимаю все на правую спицу. Это если я без булавки работаю. Без маркера. Так. Вот. На правую спицу я сняла все эти двенадцать петель. Теперь я беру. Вот. Последние. Первые пропускаю. Три. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Я пропустила. Теперь беру следующие петельки. Шесть штук. Видно? Я думаю. Левой спицей перед изнаночной. И снимаю. С правой спицей я сейчас снимаю все петли жгута. Вот. Получается. Видите? Шесть первых я сняла. И теперь я их одеваю на правую спицу. Так. Одела. Теперь так поворачиваю. И теперь точно так же одеваю их сюда. на левую спицу с правой. Это я работаю, как мне так удобно без маркера. Вот. Я показываю медленно. Обычно я это быстрее делаю. Вот. Шесть этих петель тоже одеваю. Вот. У нас получилось. Двенадцать петель все на левые пять. А это изнаночная петля. Все. Теперь провязываем все петельки лицевыми. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Вот у нас 12 петель получилось. Жгута нашей косы. Так. Предпоследняя петля у нас идет изнаночная и кромочная. Следующий ряд мы вяжем как второй. То есть первую петлю снимаем. Лицевая. Двенадцать петель изнаночных. Одна петля будет лицевая. Так. Вот. Мы 12 вяжем. Вот. Одна петля лицевая. Следующие все лицевые. И последняя кромочная. Так. И дальше мы продолжаем еще шесть рядов вязать. Как обычно. Я вам просто показала как с маркером живут делать. Вязать. И как без маркера. Вот вяжете каким вам удобным способом. И на следующем уроке я вам покажу как вот делать. Нам прибавлять петли здесь. Или я вяжу укороченными рядами. Покажу как нам сделать. Вот допустим пояс столько. А бедро будет больше. Вот надо нам разницу эту добавить. Все. Вот такая юпочка получится. Я вам объяснила уже вот как делать. Как вверх вязать. И как эту косу делать. Да. Поперечным вязанием вяжется кокетка. И потом на следующем уроке я вам покажу как укороченными рядами мы будем прибавлять от пояса. Петли добавляться будут в этой части. Вот так где-то. Так. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите предложения, комментарии. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok